Алена Шишкова в очередной раз ответила на вопросы подписчиков. В ходе общения многие стали активно интересоваться, какие у нее сейчас отношения с Павлом Дуровым. О романе модели и программиста говорят уже не первый год. Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается создателем социальной сети ВКонтакте в 2018 году. Парочку отследили по одинаковым геотегам, заподозрив, что те вместе отправились в Париж. Наконец-то Шишкова подтвердила эту информацию, опубликовав снимок с бизнесменом на фоне Эйфелевой башни. Все сложно, так охарактеризовало отношения с Павлом Алена. Дурова также видели на юбилее Алены Шишковой, которое она отмечала в Дубае. Позднее в СМИ появилась информация, что у Павла отношения не с белокурой моделью, а с ее подругой. Но теперь, после откровений Шишковой, это вызывает сомнения. Фанатам так и не удалось выведать у кумира более детальных подробностей ее личной жизни. Зато Шишкова в красках рассказала об общении с дочкой, отметив, что все свободное время старается проводить с Алисой. Но этого все равно мало. Я бы играла с ней до поздней ночи, но у Лисенка четкий график, с сожалению, говорит молодая мама. Кроме того, у малышки недавно появился брат, в прошлом году у Тимати Анастасии Решетовой родился сын Ратмир, которому она тоже стремится уделять время. Алена рассказывает, она еще совсем малышка и не осознает всей ответственности. Алиса просто любит Ратика-братика, именно так она его называет, и была очень рада его появлению. Я пыталась объяснить ей, что сейчас братик маленький, но в будущем станет ее защитником. На что Алиса сказала, нет, это я буду его защищать. Я старшая. Она любит приходить в гости к Насте и Тимуру, играть с малышом, держать его на руках, петь колыбельные. Это очень трогательно. Мама Тимати Симона хорошо относится к экспассии сына и помогает ей с воспитанием Алисы. Именно с бабушкой ребенок посещает все кружки, отправляется в поездки. Симона рассуждает, мне хотелось бы, чтобы Алиса стала амбидекстром, то есть человеком, который одинаково хорошо владеет обеими руками, не путать с врожденной амбидекстрией, что плохо. Научиться этому можно, если развивать синхронную работу мозга. На вопрос, зачем? Отвечаю, просто познавательные процессы будут идти легче и успешнее. Только важно не насиловать, а играть.